Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. Сегодня у нас небольшой техникум. Сегодня это 7 января 2023 года, Новый год. А в Новый год мы постараемся войти с новым правилом. Изо всех сил будем стараться, чтобы наши видео выходили регулярно в один и тот же день, в одно и то же время. А именно суббота, каждой неделе 18.00 по киевскому времени и, соответственно, 19.00 по московскому времени. Сегодня же, как я уже сказал, у нас техникум, и он посвящен той новой системе ПВО, которая едет в Украину. Несколько подзатянувшаяся история с поставками азенитно-ракетного комплекса американского производства «Патриот» в Украину завершилась. По крайней мере, на некотором своем промежуточном этапе по поговорке не было ни гроша, да вдруг Алтын. Теперь, значит, выяснилось, что едет одна батарея из Соединенных Штатов, и Германия тоже решила присоединиться и не отставать своего главного экономического конкурента Соединенных Штатов. И тоже Германия поставляет в Украину одну батарею этого самого «ЗРК Патриот». А, соответственно, самое время рассказать с технической точки зрения, что это такое, откуда взялось, а для чего приспособлено и так далее. Ну, прежде всего, надо сказать, что этому Патриоту очень много лет. Ему много лет. Он уже прошел много-много этапов своего развития, и, строго говоря, под одним общим названием «ЗРК Патриот» уже скрывается как минимум три разных поколения и три очень разных системы. Началось все в 1976 году, как раз я был на втором курсе института, а когда они только начали разработку, и, соответственно, в 1984 году он был поставлен на вооружение. Для своего времени это, ну, понятно, что была такая прорывная вещь, прорывная технология, новое поколение, да, безусловно, Патриот обозначил появление нового поколения. Оно, нового было много. Первое, что просто видно глазом, это ставшее потом совершенно уже стандартной для всех, по-другому сейчас и не делают. Это ситуация, когда ракеты приезжают с завода в транспортно-пусковом контейнере, там им хорошо, на них ни осадки атмосферные, ничего не влияют. Из него они и могут запускаться, причем он может быть отдельно стоящий на земле, он может быть на подвижном автомобильном шасси. Запуск возможен как и в том, так и в другом варианте, с неподвижного и с автомобильного. Благодаря вот такой схеме построения перезарядка очень простая, то есть снимается один блок, такая обойма, наверное, это можно сравнить с тем, как от охотничьего ружья, а где каждый патрон надо было вставлять отдельно, переломав затвор и вставляя его туда пальцем, в магазинной винтовке. Так и здесь снимается блок из четырех транспортно-пусковой контейнера на четыре ракеты, достаточно быстро он снимается, ставится следующий, и пусковая установка готова работать дальше. Это первое, что бросалось в глаза, второе, опять же, ставшее в дальнейшем совершенно стандартным, решения по-другому не бывает. Нет, тогда это была серьезная новинка, то есть локатор с фазированной антенной решеткой или более понятных, я надеюсь, для наших постоянных зрителей это уже, конечно, совершенно понятная вещь, электронное сканирование луча. А то есть луч, ну или диаграмма направленности, по-простому и по-человечески говоря, луч локатора движется в пространстве не потому, что что-то механически движется, что-то крутится, шевелится, наклоняется, поднимается, нет, а все неподвижно. Вот эта вот круглая такая щетинистая штучка, да, видите, диск, это 5000 отдельных излучателей, к ним всем подключен один передатчик, он даже уже дальше разводится на 5000 излучающих антенн, и, соответственно, меняя характеристики каждого из этих 5000 элементов, меняет, конечно, компьютер, а не человек, мы получаем изменение диаграммы направленности, то есть луч электронным образом движется, меняется направление положения луча в пространстве, а поскольку ничего механически не движется, эта вся система безинерционная, поэтому сканирование происходит с невероятной, ну, недостижимой ни для каких механических систем скоростью, что позволяет быстрее просматривать пространство, обнаруживать быстролетящие цели, обнаруживать и одновременно, ну, не одновременно, а одновременно, последовательно, отслеживать большое количество целей и так далее. Это такой большой плюс. А кроме того, полностью электронная вещь позволяет и делать всякие сложные по псевдослучайным законам изменения самого сигнала, что затрудняет постановку помех, в определенной ситуации даже затрудняет определение самого факта того, что РЛС работает, то есть далеко не каждая уже бортовая на самолете вражеском система обнаружения и облучения может еще понять, что нас уже засекли. Это то, что вы видели, первые варианты, как я сказал, их много, как минимум три основных поколения сменилось, а на последнем уже она выглядит вот так, это так называемая активная фазированная антенная решетка, то есть это уже не пять тысяч антеночек, маленьких антеночек, подключенных к одному, это уже пять, ну я не знаю сколько именно, то есть тысяча, тысяча активных излучателей, каждый сам по себе активен, то есть он сам излучает, у него свой трудотельно-естественный передатчик, все это еще более быстрый, эффективный компьютер, он управляемый, еще более помехозащищенно, позволяет, опять же повторяю, отслеживать, сопровождать большое количество целей, обычно это десятки целей, и вот так это все красиво и компактно выглядит. Теперь от того, что видно глазам, к тому, что глазам не видно, для чего вообще все и было сделано. Напоминаю, разрабатывать его начинали в 76-м году на основании чего? На основании предыдущего опыта. А что такое предыдущие опыты? Это Вьетнамская война, где шло очень активное применение советских систем ПВО противоамериканских боевых самолетов и опыта двух ближневосточных войн, то есть 67-го года и 73-го года, например, боевых израильских войн. На основании этого опыта все уже узнали, что успех или неуспех перехвата самолета определяется ни скоростью самолета, ни его потолком, ни его манеренностью, ибо ракета, ну, если ее правильно сделать, правильно проектировать и правильно сделать, то ракета всегда будет происходить самолет и по скорости, и по потолку, и по манеренности, ибо она одноразовая и однорежимная. А исход, удача или неудача, перехвата определялась на том этапе главным образом по мехами, радиоэлектронным противодействиям, контррадиопротиводействиям, контрконтррадиопротиводействиям. То есть долетит самолет до цели или нет, определялась теми ящиками, ящиками с платами, транзисторами и радиолампами, которые были или внутри самолета, они были вообще не видны, или они были в каком-то подвесном контейнере. И вот оттого удастся ли забить помехами вражескую зенитную ракетную комплекцию, только от этого, главным образом от этого, и определялся успех или неуспех. А, соответственно, при разработке этого комплекса, главным образом изначально было сосредоточено внимание на этом, сделать какую-то суперустойчивую против помех системы ПВО, для чего американцы тогда и впервые применили вот эту систему, которая обычно называется ретрансляция сигнала через ракету, наведение через ракету. Я же ее называю вынос мозга, ибо это самое понятное и ясное, по-моему, определение. Так вот, что за вынос мозга и откуда мы его выносим? А перед вами схема, которую постоянные зрители наши видели, а те, кто еще не посмотрел наш четырехсерийный сериал под названием «Наведение ракет», настоятельнейшим образом рекомендую посмотреть, по крайней мере, третью его серию, где вот об этом вот говорилось. А что мы видим? Мы видим схему работы полуактивной радиолокационной системы наведения или системы наведения на подсвеченную цель. Есть то, что вы видите, на земле стоит слева радиолокатор, который облучает цель, облучает вражеский самолет. Есть пусковая установка, с которой взлетают ракеты, то, что на картинке справа. Я специально их нарисовал разнесенными, хотя по большей части они в одной точке, но могут быть разнесенными. Дальше логика такая. Наземный локатор мощный, наземный, где нет ограничений на габариты, вес, энергетику. Мощный локатор мощным своим лучом облучает вражеский самолет. Вот, соответственно, от самолета отражается во все стороны радиолуч, и во главной части ракеты находится приемник радиолокационного отраженного сигнала. Этот приемник видит своим радиолокационным глазом, видит отраженный от самолета отражеской цели радиолокационный луч, и дальше уже на основании этой информации система управления вырабатывает команды, лететь справее, левее, выше, ниже, и он движется так, чтобы оказаться в центре, в равносигнальной части этого отраженного от самолета радиолокационного луча. Вот схема, которая на тот момент, в конец 70-х годов, опять-таки была практически безальтернативно принята во всех современных для той эпохи зенитно-ракетных комплексах. Наведение на отраженный луч, и что на основании этого отраженного сигнала, какие принимать решения, какие команды, вырабатывали мозги, которые были внутри самой ракеты. Но внутри самой ракеты большие мозги не поместят, что там нет ни места, ни веса, ни электроэнергии в нужном количестве. Поэтому для своего патриота, для своего зенитно-ракетного комплекса нового поколения, американцы сделали вот это вот. Вынесли мозги на Землю. То есть сначала происходит все то же самое, на Земле стоит мощный локатор, он облучает вражеский самолет, а в главной части ракеты находится приемник радиолокационного излучения, который принимает отраженный от цели сигнал. А вот мозгов-то никаких и нет. Этот сигнал, S-IS, как есть, вот как его приняли, так его и приняли, переизлучается и отправляется на Землю. Вот я там нарисовал, ну это, конечно, совершенно условно, ничего из ракеты не торчало, ну я вот его прицепил к оперению хвостовому, вот там вот антенночка такая, которая переизлучает вот этот сигнал, отправляет его на наземную станцию, на большие наземные мозги, а там большой-пребольшой компьютер обрабатывает этот сигнал, прежде всего и главным образом анализирует его на предмет того, это все-таки реальный сигнал, отраженный от вражеского самолета, или это работает постановщик помех, такой хитрый. Более того, рядом с электронными мозгами, вот там вот на Земле, вот в этом фургончике, который я так нарисовал красиво, там еще может находиться и находился живой человек. То есть в контур управления был встроен еще и живой человек, который может к возможностям компьютера производить сколько-то миллионов операций в секунду, еще добавить некую неописуемую вещь под названием интуиция, опыт, чутье и так далее, и тоже проанализировать, что же у нас там происходит, и все-таки это у нас сигнал о цели или это постановщик помех. Обо всем об этом хорошо подумав, определив, отселектировав ложные цели от реальных целей, в этих же мозгах, в этом же фургоне, в этом компьютере вырабатываются уже готовые, готовые управляющие команды на рулевые машинки, просто конкретно, на сколько градусов надо привернуть, какую рулевую машинку. Этот сигнал отправляется, вот другого цвета антенну, которую я нарисовал, и торчащую сбоку из ракеты антенны, чего еще раз повторяю, быть не могло. Это схема. И на антенну, извиняюсь, и на ракету с Земли приходят уже готовые управляющие сигналы. Но те, кто внимательно смотрел наш курс, то скажут, что здесь какое-то странное сочетание командной системы управления с полуактивной. Можно сказать и так. Можно сказать, что ракета в данной схеме, в данном принципе построения, выполняет роль такой летающей платформы, которая приближает приемную антенну радиолокатора ближе к цели. Можно это и так сформулировать. Короче говоря, мозги вынесли на Землю и разместили их там, где нет ограничений по весу, габариту, нет ограничений по энергетике, и самое главное, где можно еще посадить живого человека, который тоже о чем-нибудь подумает. Человеков, как видите, там много, а что ли человека сидит в этой самой будке? И обратите, пожалуйста, внимание на размеры кнопок. Кнопок на клавиатуре. Да, это конец 70-х, начало 80-х годов. Вот такую вещь американцы сделали, еще раз повторяю, в 84-м году ее поставили на вооружение, повоевать ей в 80-е годы не довелось, а календарь крутился, стали уже приближаться годы 90-е, и возникло понимание того, что противовоздушная оборона – это не только оборона от самолетов, это еще и оборона от тактических ракет, баллистических ракет, небольшой, малой или средней дальности, тактических и баллистических ракет. Для этого дела комплекс не слишком был приспособлен, поэтому они достаточно быстро сделали следующую, вторую, второе поколение, ПАК-2, которое начало испытание в 87-м году, поступило на вооружение в 90-м году, то есть в аккурат попало к началу бурьи в пустыне, в этой операции, которую проводили Соединенные Штаты против Иракской армии после вторжения Ирака в Кувейд. Что там было сделано, и правильнее сказать, а что там надо было делать? Ракета и самолет летают по-разному, самолет опирается на крылышки и не падает, потому что крылья создают аэродинамическую подъемную силу при движении в достаточно плотной атмосфере. Ракете никакая атмосфера не нужна, даже наоборот, атмосфера ей мешает, в безвоздушном пространстве ей еще лучше, двигатель самолета требует кислорода, двигатель ракеты не требует кислорода и воздуха, и так далее. Но нас не это интересует. Нас интересует ракета как объект для перехвата. Тут все становится сложнее. Ну, во-первых, ракета, как правило, летает быстрее. Это не обязательно, но по жизни это так. Ракета, как правило, тактическая ракета, меньше по габаритам, чем самолет, и имеют форму, и имеют форму, которая, ну, с меньшим количеством выступающих частей, каких-то там углов, воздухозаборников, чего-то такого угловатого, что повышает радиолокационное отражение. Соответственно, отраженный от ракеты сигнал значительно слабее, чем вот, ну, в общем и целом, от самолета сопоставимого весом. Соответственно, нужен приемник более чувствительный, нужен приемник, я имею в виду приемник радиолокационный в главной части ракеты, зенитная ракета с лучшим соотношением сигнал-шум. Ракета оставляет нам мало времени, мало времени на реакцию, на наведение управления перехвата. Вот этот тезис надо немножечко пояснить, поэтому я нарисовал для вас такую замечательную красивую картинку. Ну, представим себе, что у нас есть зенитная ракета, которая в силу своей энергетики, двигателя, способна перехватывать цель на некой высоте H. Да, не важно, 20 километров, допустим. Если вражеский самолет забрался вот на этот потолок и летит, то, как вы видите, у нас достаточно много времени, ну, то есть дальность, на которой мы обнаружим этот самолет, определяется только мощностью радиолокатора. Радиолокатор на Земле, в общем, никто нам не мешает сделать мощный радиолокатор, и обнаружить вражеский самолет далеко-далеко, и тогда у нас будет довольно много времени на все. А то, чтобы определить, что это вражеская цель, или это не вражеская цель, отселектировать цель от помех, выработать все необходимые команды, запуститься и, может быть, даже попасть. А с ракетой становится сложнее. Ракета летит по этой самой баллистической кривой, которая, каковая кривая, скорее всего, будет выше этого потолка, то есть на значительной части траектории полета ракеты мы прихватить не сможем. А что же я там нарисовал 1,2? Если ракета летит на максимальную для нее дальность, ну, там сложные расчеты, ну, плюс-минус, можно сказать, она там запускается на начальном активном участке где-то под углом 45 градусов. А если ситуация такова, что ракете не надо лететь очень далеко, цель это номер 2, дальность до цели существенно меньше, чем максимально возможна для этой ракеты, тогда ракетчики могут себе позволить такое удовольствие, как запустить ее под неоптимальным углом, но запустить ее вертикально вверх, ну, под большим углом вверх. Она вылезет вообще уже в заатмосферное пространство, ей там будет очень хорошо, ничего ее не будет тормозить. И оттуда, оттуда из этого уже практически, ну, если уж не из космоса, из-за атмосферного пространства, атакуя цель, цель номер 2, почти что отвесна, она окажется ниже потолка нашего перехвата, окажется в зоне нашего возможного перехвата на очень маленьком расстоянии от цели. То есть у нас в распоряжении будет гораздо меньше времени. Ну, видите, отрезочки. В случае цели номер 1, в случае цели номер 2. То есть, если ракета имеет, ну, имеет возможность, имеет возможность атаковать нас почти отвесно вертикально сверху, то время, которое мы имеем для реакции, уменьшается. Еще одна неприятность заключается в том, что мы не можем позволить себе долго перехватывать ракету, которая падает на нас почти вертикально. Потому что в этом случае мы ее даже и перехватим, но она все равно в конечном итоге упадет где-то недалеко от цели. Ну, если это обычная взрывчатка, то это, допустим, не так критично. А если это ракета с ядерной боеголовкой или с химическим зарядом, что было во время войны 91-го года, то это недопустимо. Нам надо ее уничтожить, чтобы она все-таки упала достаточно далеко от охраняемого объекта. Это значит, что ее надо уничтожать буквально сразу, как только она окажется ниже потолка. Тут уже совсем мало остается времени на раздумья, на перехват. Серьезная проблема, настолько серьезная, что, вообще говоря, долгое время считалось, что, ну, в принципе, невозможно и нереалистично ставить перед зенитно-ракетным комплексом, рассчитанным для перехвата самолетов, еще и задачу перехвата баллистических ракет. А тем не менее, тем не менее, американцы решили попытаться как-то с этой проблемой справиться. Они сделали, как зовут, следующую модификацию Патриота, ПАК-2. Ну, кроме всего прочего, изменили боевую часть. Увелить, ну, то есть там, когда она была для того, чтобы уничтожать самолетов, там было много-много-много маленьких готовых поражающих элементов по 2 грамм улички каждый. А для противоракетной цели они сделали уже не 2, а 45 грамм, то есть тяжелые поражающие элементы. Это еще одна особенность ракеты. Она все-таки прочная, внутри там нечему ломаться. И для того, чтобы ее вывести из строя, особенно труда топливную ракету, где же в баках никаких паров, ничего не осталось, нужно основательно ударить чем-то. Ну, понятно, что увеличение массы поражающего элемента с 2 до 45 грамм привело к 20-кратному сокращению количества этих элементов, а значит, надо было еще повысить точность наведения, то есть уменьшить промах. В общем, серьезная такая задача. Они думали, что они ее решили, и вот этот модифицированный уже второй вариант ПАК-2П и приехал на войну 1991 года, использовался для обороны как американских тыловых баз Саудовской Аравии, так и для обороны Израиля. Израиль не участвовал в номинальной войне, но Саддам Хусейн со злобностью своей решил обстрелять Израиль. Ну, это СКАД, это советские ракеты, но уже иракского производства, в том числе и пытался использовать химическими боеголовками. Результат первого боевого применения вот этого самого комплекса ПЭТРИОД для защиты Израиля от СКАДов иракских стал предметом ожесточенной, как это ни странно, как это ни странно, ожесточенной дискуссии, как вообще дискутировать, или сбил, или не сбил, это же, это же, а не дискуссии об истории или политологии, а нет, были высказаны самые разные мнения, был грандиозный, был большой скандал, были сделаны альтернативные доклады, то есть военные сказали, что у нас все хорошо, появились авторы альтернативных докладов, сказали, да вообще вы ничего не сбили, значит, после некоторых разбирательств выяснилось вот что, на самом деле, на самом деле Ирак запустил по Израилю 42 СКАДа, из которых 41 свою задачу не выполнили, и с этой точки зрения можно сказать, что система ПТ показала феноменальную, феноменальную эффективность, а при более тщательном вскрытие выяснилось, что сама по себе формулировка ракета была сбита невероятно сложна и неоднозначна, что это все значит. Ну, номер один, номер один, поскольку, поскольку, поскольку была опасность использования применения Хусейным ракет с химической боеголовкой, это серьезные могут быть последствия попадания по густонаселенному израильскому городу, то, соответственно, надо было добиться очень высокой вероятности перехвата, поэтому было принято решение, что по одной цели запускаем четыре ракеты, четыре зенитные ракеты. А предположим, ситуация, что первая, первая серия четырех ракет, первая же уничтожила вражескую цель. Следовательно, вторая, третья, четвертая никуда не попадет. Внимание, вопрос, как это должно интерпретироваться? Задача выполнена. Первая же ракета уничтожила цель, но вторая, третья, четвертая была расходована практически даром. Результат дело даже не в том, что даром, а дело в том, что наблюдателей на Земле, все-таки 91-й год наблюдателей было много, всякой кино, фототехники было много, и люди на Земле видят, что одна за другой улетают ракеты в небо, и в небе ничего не происходит. Это производит впечатление совершенной неэффективности зенитной системы. Это один момент. Еще один момент. Иракцы, как я уже сказал, немножко доработали советскую ракету в руководстве собственными мозгами. В результате этих доработок бывая часть стала тяжелее, мощнее, в итоге ракета стала при входе в плотные слои атмосферы разваливаться на куски. Мы об этом много раз говорили, что это очень ответственный этап полета ракеты, очень сложный, когда она из безвоздушного пространства в своей огромной гиперзвуковой скорости в ходе в плотные слои атмосферы, там происходит перегрузка, торможение в десятки единиц, и все это начинает разваливаться. Соответственно, было достаточное количество скадов, которые развалились сами, и в результате того, что они развалились сами, все ракеты, запущенные по ним, никуда не попали, потому что одна цель превратилась в много-много целей, скорость и направление полета которых, этих обломков, резко изменилось. И в результате четыре ракеты запустили, ни одна не попала. Но, правда, при этом ракета вражеская ничего не поразила. Это как надо интерпретировать? Еще один момент, уже имеющий прямое отношение к технике. Как-то даже немножко странно, но американцы не подумали о том, что скорость сближения зенитной ракеты и атакующей баллистической ракеты будет существенно больше, чем скорость сближения зенитной ракеты и самолета. Но, применительно к ситуации перехвата баллистической ракеты, они сближаются со скоростью 1 км в секунду, 2 км в секунду на разной могут быть ситуации. Или, другими словами, за 1 милисекунду они сближаются на несколько метров. Соответственно, быстродействие неконтактного взрывателя и задержка, скорее говоря, не задержка, а опережение подрыва должно быть выдержано с точностью до миллисекунд. А поскольку немного они это дело не подрассчитали, то зенитная ракета производила подрыв своей боевой части в тот момент, когда они уже сблизились в результате как осмотр обломков. Осмотр обломков показал, что сбитые иракские эскады были в дырочках и взорваны в клочья где-то примерно в средней части или даже в кормовой части. При этом сама боевая часть оказывалась в некоторых случаях не пораженная. Она долетала до земли и уже взрывалась на земле. Да, ну понятно, что получила огромное количество пробоин. Эта ракета уже летела непонятно куда, она прилетала в какое-то случайное место, цель не была поражена, тем не менее боевая часть взрывалась на земле. Как это должно интерпретировать, это мы перехватили вражескую ракету или мы ее не перехватили. Короче говоря, потратив много времени на эти дискуссии, мы пока шли дискуссии, инженеры работали, и в конце 90-х годов, в конце 90-х годов, 97-й 2000-й была разработана и запущена в серию третья, третий вариант Патриота, ПАК-3, и это, по сути дела, совершенно уже новая система, хотя по тем же самым названиям. Ну, в любом случае, ракета была просто новая. А то, что она новая, это тоже, представьте себе, видно глазом. Вот так оно выглядит, и если вы внимательно посмотрите, увидите, что-то вообще произошло. То есть, в тех же габаритах, в которых раньше было 4 ракеты, а теперь у нас 16 ракет. Так оно и есть. То есть, для этого нового комплекса ПАК-3 была разработана новая ракета, она меньше, ну, то есть, предыдущая была диаметра 16 дюймов, здесь диаметра 10 дюймов, в результате чего на том же самом, на той же самой пусковой установке, на том же шасси, в тех же габаритах, уже в этой пакете, в этом пакете 16 ракет, что уже само по себе хорошо. Но главное, конечно, не это. Принципиально изменилась ракета, причем изменилась она во всем. К ракете добавили конец 90-х, начало 2000-х годов. На ракете, конечно же, появилась активная радиолокационная голова. При этом от самой вот этой идеи выноса мозгов тоже не отказались, она осталась. Активная радиолокационная голова на ракете была не вместо того, а в дополнение к тому. Ну, то есть, так же, как, допустим, на НАСАМСе и на прочих, о которых мы много говорили, маленькая, маленькая, собственно, активная радиолокационная голова, маленькая в смысле с небольшой дальностью действия, начальный и средний этап полета тоже самое, то есть, большой наземный локатор облучает, принимает, реконслирует на землю, думаем, вырабатываем готовый сигнал, отправляем на ракету. Вот это все работает, весь этот комплекс, он выводит атакующую зенитную ракету уже в непосредственную близость к цели, и там уже на последних секундах, на последних секундах перехвата включается, ну, не в прямом, в приносном смысле, включается в действие, включена-то она раньше, а собственная уже активная голова, она обнаруживает цель, к этому моменту уже считается, что селекции цели дальше производить не надо, мы уже выяснили, кто тут цель, а кто тут помеха, и она дальше наводится, управляется по командам от собственной активной головы, что уже повышает точность наведения. Далее, американцы применили на вот этом ПАК-3, третьем варианте, ПЭТРИО-то, ну, сейчас это самый писк ракетно-зенитно-ракетной моды, плоско-параллельное наведение ракеты. Что это значит? Ну, на велосипеде, я думаю, многие из вас ездили, вот когда вам надо на велосипеде повернуть, вы поворачиваете, руль наклоняется сами, и описываете, значит, некую такую дугу окружности, по ней движетесь. А представьте себе, что у вас была бы какая-то удивительная возможность вот просто взять и не поворачивая руль, а просто сдвинуться влево или вправо. Ну, то же самое на ракете, только добавляется кроме того, что влево-вправо, еще выше-ниже. А как же можно осуществить такое плоско-параллельное перемещение в пространстве? В данном случае американцы решили так, Локет, кстати, Фенолокет делал эту ракету, она не стояла 180 маленьких ракетных двигатель-летчиков, ну, по сути дела, перепатрончики. 180 перепатрончиков, которым она была утыкана в зоне центра тяжести, по команде компьютера срабатывали вот эти перепатрончики, и они толкали ракету выше-ниже, левее-правее, и таким образом ее толкая уже, наконец, на последних секундах, на последних километрах, они обеспечивали исключительно точное наведение на цель, а что значит исключительно точное, что они впервые с момента вообще появления зенитных ракет как класса, отказались от неконтактного взрывателя, то есть, вот это вот сочетание собственной активной радиолокационной головы, плюс возможности плоскопараллельного перемещения ракеты в пространство, такого плоскопараллельного наведения привели к тому, что ракета просто попадала в цель, не пролетала мимо цели на неком расчетном расстоянии, а просто влетала в цель, но заметьте, это не кинетическое поражение, во многих книжах написано, что это кинетическое поражение, не так, она поражала цель не только своим ударом, но там еще была вполне себе взрывающаяся боевая часть с поражающими элементами карби-2-фрамовыми, то есть, очень прочными, но при этом обеспечилось прямое попадание и подрыв уже происходил буквально при попадании в цель, а за счет этого американцы надеялись получить высокую вероятность поражения баллистических ракет, и судя по всему они ее получили, ибо, ибо когда началась вторая война против Ирака в 2003 году, то на этот раз практически все иракские ракеты были перехвачены, и тут уже сомнений в том, что это работает, не было. Что же едет сейчас в Украину? Ну, во-первых, это мы увидим, когда приедет, а тем не менее, потому что какие есть обрывки информации, вроде бы едет действительно вот это последнее пакт-3, в любом случае все это очень хорошо видно, я еще раз повторяю, если это последняя третья модификация, то там на одной пусковой установке 16 ракет помещается, это хорошо и четко видно. А что такое одна батарея? Здесь есть разные у них американцев подходы к формированию, но это, как правило, или 4, или 6 пусковых установок, соответственно, это 4 или 6 надо умножить или на 4, если это предыдущая, или на 16, если это самое современное, одновременно запускаемых ракет, плюс единый, ну, единый центр, понятно, что центр управления с людьми, кабина, плюс вот этот мощный радиолокатор, и чтобы все это дело еще надо же как-то связать воедино, там есть такая отдельная она или на машине или на прицепе, станция связи, ну, СВЧ-связь, которая объединяет разброс, они же могут быть разбросаны на расстоянии много километров друг от друга, пусковые установки, локаторы и так далее, все это тоже по радиоканалу между собой общается, чтобы не разматывать в пустыне много километровые бухты с проводами, вот такая вот вещь, а такая вещь красивая и весьма весьма современная, ну, что уж, совершенно точно, чудовищно дорогая, чудовищно дорогая, одна батарея стоит порядка миллиарда долларов, миллиарда долларов, запуск одной ракеты, на стоимость ракеты, плюс перенос стоимости, части стоимости комплекса, один запуск, это стоит один миллион, очень дорогое удовольствие, позволить себе такое может только Америка, но предполагается, пока еще никто не проверял, еще никто не проверял этот комплекс в реальном противодействии современной атакующей баллистической ракеты, что такое современная ракета, это, например, российский «Искандер», то есть ракета, которая, а, управляется на всем, маневрирует на всей траектории, в том числе и способна, ну, конечно, очень плавная, очень такое, неярко выраженная, тем не менее, изменение траектории и на завершающем участке траектории, кроме того, она еще разбрасывает какие-то, насколько можно понять, по официальным заявлениям российским, не официальным, скорее рекламным, коммерческим, выбрасывает какие-то ложные цели, способны что-то там делать с точки зрения электронных помех и так далее, то есть, в комиссии прочее, я так понимаю, что для американцев было бы еще весьма-весьма интересно и выгодно, проверить работоспособность своего наиболее современного варианта, ну, или совершенного варианта патриота, в реальном противодействии, в реальном болю против российских искандеров, то есть, что это меняет, что это меняет, ну, для перехвата летающих алюминиевых труб, так я называю все эти калибры, Х-555, Х-101, крылатые ракеты, это дозвуковая летающая алюминиевая труба, для перехвата этой алюминиевой трубы, расходовать миллионы патриот, на мой взгляд, не слишком рационально, в настоящий момент уже в Украине есть и насамсы, едут хоуки, есть вот эти немецкие ирисы, которые показали высокую эффективность, да и, в общем-то, дозвуковую алюминиевую трубу, при наличии раннего обнаружения и цели указания, вполне могут просто расстрелять и скорострельные зенитные установки, начиная от советской шилки и кончая вот этим, то, что приезжают немецкие зенитные, так называемые зенитные танки. А вот, что касается перехвата баллистических ракет, тех же самых эскандеров, то здесь, да, появление ПТ-эта может радикально изменить эту ситуацию, хотя последние, наверное, уже месяцы, месяцы противник не использует эскандеры по той простой причине, что они у них вероятно уже не до самого последнего израсхода, но осталось настолько мало, что отстрелять последние высокоточные боеприпасы, это уже как-то совсем безумие, они же верят в существование агрессивного НАТО, поэтому последнее время противник их не использует, но в любом случае даже сама по себе возможность, принципиальная возможность того, что у противника есть ракеты баллистические, которые они до последнего времени могли поразить любую цель по собственному выбору, это создает определенную военно-оперативную, определенную психологическую ситуацию, а теперь с появлением патриота, когда они приедут, будут поставлены на боевое дежурство, обеспечены персоналом и так далее, действительно ситуация может серьезно измениться, и в этом смысле не стоит не преувеличивать, но и не стоит преуменьшать значение этих двух батарей современнейшей зенетно-ракетного противоракетного комплекса, который сюда едет. Вот собственно все, что я мог по этому поводу вам рассказать, почтеннейшая публика. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.